Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Пожар в центре Анапы. Огнеборцы оказались на высоте. Экономь на штрафах. Наши советы, как автолюбителям сохранить семейный бюджет. Ими гордится Анапа. В городском театре чествовали наших спортсменов. Сергей Сергеев по обращениям жителей выехал в сельские округа, чтобы на месте разобраться с проблемными вопросами. После встречи с мэром люди уверены – данные им поручения не отложат в долгий ящик. О принятых главой Анапы решениях в нашем материале. Шесть домов на окраине Гастагаевской во время дождей буквально отрезаны от станицы. На улице Цветочная участок дороги, всего 200 метров, и мост, забытый сельскими властями. Непролазная грязь, что называется, не пройти, не проехать. Лидия Николаевна Грицун с одосельчанами к главе Анапы с надеждой на помощь. У нас там грязь по колено. Два инвалида живут. Я инвалид, муж инвалид, я гипотоник. Скорая помощь отказывается ехать. У них последний дом, скорая помощь отказывается сюда ехать, потому что боятся застрять. Почему-то цветочную, основную, ее засыпают, а про наш этот отрезок постоянно забывают. Сергей Сергеев там же на приеме намечает выехать на цветочную. На месте с сельским главой обсуждают круг вопросов. Энергоснабжение улучшилось, здесь установлена новая подстанция. С уличным освещением еще не все решено. Что касается участка дороги, то его надо отсыпать. Там что, дальше дорога? Никак нет. Нет, там перекопано, они люди перекопали специально, чтобы сюда трактора не ходили. Ну так я почему говорю, что сделаем, они опять ее грязь получат. Здесь я живу 65 лет. Сколько? 16 на этой улице. А вообще живу я, родилась и выросла здесь. Ну хорошо. Ладно, будем делать там дорогу. Я проехал по дороге. Из Гастагаевской на Утаж в Джигинский сельский округ. В клубе к пяти часам ждали воспитанников. Визит мэра не запланирован. Но здесь всегда и всем рады. У нас и теннис, и они рисуют, и мероприятия такие у нас. А вы живете здесь? Здесь. Здесь живете. Я здесь родилась и выросла. Заведующая клубом Анна Борисенко рассказывает Сергею Павловичу, в прошлом году на средства из муниципального бюджета отремонтировали кровлю, отопление. Сейчас делают полы. Но один зал стоит без дела и без ремонта. Уже лет 20. А мальчишки просят о спортплощадке. Вообще здесь нужна спортивная площадка. Хотя бы минимальная с полем и мясик, чтобы бить и кидать. И она должна быть огороженная. Будет желательно, конечно. Было бы очень хорошо. Конечно. И залом надо ремонтировать, помогать. И еще один вопрос, который прозвучал на личном приеме главы. Жители садового товарищества «Колос» просят мэра вернуть на линию 115 маршрут. Он ходил в летнее время в дополнение к 132 номеру, который и сегодня на линии. По поручению Сергея Сергеева, городские службы проведут мониторинг пассажиропотока. С проверкой затягивать не стали. Выехали на маршрут с самого утра. Мониторинг еще не окончен. Мониторинг будет проводиться еще несколько дней. Также принято решение провести его в выходные дни. С целью определения целесообразности введения на круглогодичный период 115 маршрута. Мониторинг пассажиропотока, проводимого сегодня, показал, что наполняемость автобусов по 132 маршруту соответствует норме. То есть не нужен? Перегруза пока не наблюдается. Режем штрафы пополам. Нововведение в кодексе об административных правонарушениях касается тех автолюбителей, которые оплатят выписанные штрафы за нарушение правил дорожного движения в течение 20 суток. В нашу редакцию поступило множество звонков с вопросами от автовладельцев. Как оплатить штраф со скидкой в нашем эксклюзивном интервью? С 1 января 2016 года вступил закон, федеральный закон 437, который указывает о том, что в течение 20 суток, если гражданин нарушил административное правонарушение, предусмотренное 12 главой, он может оплачивать сумму в 50%. Но данный закон федеральный предусматривает то, что гражданин, который нарушил грубое нарушение такое, как опьянение, то есть 12.6, 12.8, также повторное сплошное 12.15, часть 5, он уже оплачивает полную сумму, она не предусматривает. Также если гражданин обжал данное постановление в суде, либо он был несогласен и обжаловал, это тоже не подходит под скидку. Данное дополнение федерального закона также расписывается в кодексе об административных правонарушениях, и дополнение в статью 32.2, пункт 1.3, где полностью расписано данное дополнение и изменение. Также касается вопрос по поводу постановления. Инспектор на дороге, либо которое получено в режиме видеофиксации, в постановлении указывается полная сумма. При оплате в банковском учреждении вы говорите кассиру, что уплачиваете половину, потому что она подходит под 437-й федеральный закон. Еще одна проблема – постановление с камер фиксации нарушений, работающих в автоматическом режиме. Как правило, уведомления приходят с большим опозданием, и водители не укладываются в 20-дневный срок. Выход прост – зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру, на котором можно узнать всю информацию об имеющихся задолженностях. И к другим темам – пожар в высотке на улице Промышленной. Утром по тревоге сюда съехались пожарные расчеты и спецслужбы. Всего в тушении было задействовано 8 единиц техники. В спасательной операции приняла участие и наша съемочная группа. Основная сложность, с которой столкнулись бронбейстеры – возгорание произошло в квартире на верхнем этаже. Такова была легенда учений. Во дворе очень плотная застройка. Пожарным расчетам сложно развернуться. Принято решение выводить людей через подъезд дома. Ситуацию специально максимально усложнили. Сегодня в Анапе более 40 многоэтажек. Сказался строительный бум последних лет. Сейчас застройщиков обяжут оборудовать новостройки специальными системами эвакуации людей с верхних этажей. Но огнеборцы должны быть готовы работать в любых условиях. У нас в городе имеется проблемная часть при обеспечении пожарной безопасности. Эта проблемная часть состоит из нескольких моментов. Первое – это застройка высотными зданиями с 16 этажей выше. На сегодняшний день технические возможности по эвакуации весьма ограничены. И на этажах выше 16-18 этажей в реальности просто нет лестниц, по которым можно осуществлять эвакуацию. Вторая часть – это подача водоснабжения. Водоснабжение тоже на высотные здания. Если будет, опять же, отключение электроэнергии и повысительные насосы в подъездах будут не работать, то проблема пожаротушения тоже проблематична. Здесь решение нашли. На такие вызовы теперь выезжает специально оборудованная машина. Мощность ее насоса – 60 атмосфер. Этого вполне хватит для работы при пожаре на самых высотных зданиях Анапы. В целом, учения получили оценку хорошо. Очаг возгорания ликвидирован, люди спасены. Сегодня в Адыгее власти ввели карантин по гриппу. На несколько дней будут закрыты школы и детские сады. С начала года в республике гриппом заболели 47 900 человек. Это на 80% больше аналогичного периода прошлого года. В Анапе ситуация под полным контролем. На сегодняшний день ни одного подтвержденного случая заболевания ребенка гриппом не зафиксировано. Школы и детские сады работают в обычном режиме. На сегодняшний день заболеваемость острыми респираторными инфекциями, а также вирусными инфекциями, находится на постоянном контроле. Ежедневно мониторируется количество обратившихся за медицинской помощью, в том числе и на дому, и амбулаторно, и количество госпитализированных детей с этими заболеваниями. Роста заболеваемости среди детей на сегодняшний день не зарегистрировано. Тяжелых случаев госпитализации детей с респираторными заболеваниями вирусными нет, и летальных случаев у нас тоже не зарегистрировано. Больше 30 тысяч детей привиты на территории муниципального образования, поэтому это, конечно, влияет на показатели заболеваемости на сегодняшний момент. У анапчан есть веский повод гордиться нашими спортсменами, которые достойно выступили на всероссийских и краевых соревнованиях. Только за одну прошедшую неделю 10 золотых медалей, 10 серебряных и 4 бронзовых награды в копилке у наших ребят. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Анапа лидирует по таким видам спорта, как плавание, что вполне закономерно, волейбол и ушу. Лучшие спортсмены представят честь нашего города на первенстве Краснодарского края. В этот день поздравления они принимали от главы города Сергея Сергеева. Сегодня для роста личности, а если в этой личности еще и есть задатки, есть очень и очень большие возможности. Я хочу вам всем и тренерам, педагогам, и особенно нашим спортсменам, состоявшимся уже как лидерам, и тем, кто сегодня еще растет как мастер. Пожелайте больших жизненных успехов. Я хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы радовали своими победами наших родных и близких, ваших родных и близких, всех анамчан, и прославляли город-курорт на весь мир. Анапа вновь приглашает на международную выставку путевок. С 10 по 12 февраля на курорте состоится международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России-2016». В своей экспозиции представят санатории, пансионаты, частные гостевые дома, детские оздоровительные центры. Профессиональную направленность выставки поддержат деловые мероприятия, среди которых презентации, круглые столы, семинары. Участники и гости самого яркого солнца России смогут установить деловые контакты и сделать хороший задел на грядущий сезон. На данный момент зарегистрировано более 120 предприятий, из них 35 представляют санаторно-курортную отрасль нашего города. Телерадиокомпания «Анапа. Регион» является информационным партнером выставки. «Анапа. Самое яркое солнце России-2016» ждет гостей с 10 по 12 февраля в спортивном комплексе по адресу Силу Витязево, проспект Южный, 20. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 22 января в Анапе пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 2, ночью до минус 1. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 5 градусов. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. На встрече. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.